здрасте дорогие мои сегодня у нас 25 июля 28 градусов хочу поблагодарить максима мира мир голубям небо дорогой благодарю за помощь за поддержку канала комментарии пока я читать не буду потому что уже который день я не могу ответить снять ролик про то что я хотел рассказывать мы сейчас я буду голубей на голубей направлять миру мир будем показывать ну и попробую рассказать и попробую рассказать буквально на днях человек там сообщение опять ролик скинул вот это я давно клоуна видел это твой адрес там удочку закинул что есть такой га вот он всех подсадил на медный купорос слушать и время тратить конечно оказывается горит собрал целый консилиум мировых ученых химиков алхимиков и рассказали какой медный купорос яд оказывается эти можно убивать и убивать и убивать и те люди которые горит обрабатывать свой медным купоросом оказывается они уже давным-давно убили свою птицу понимаете они уже давно убили свою птицу но не сомневаются что сам же он гонида обязательно это делает понимаете они же ведь как сами пользуются там отдельно тоже беленький какой-то мелкается они же как сами без этого никак но для того чтобы как бы бизнес процветал в общем им что надо им надо что у вас не получилось дорогие мои вот если у вас не получится что уж будете делать вы будете бегать к ним покупать голубей понимаете по другому никак значит начнем 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 сначала значит когда мы разговариваем старыми голубят никами все голубят ники в один голос без единого вы не найдете ни одного старого голубят никами который вам сказал что мы раньше голубей гормит это до лечили вот этим 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 дали ту прививку делали это делали то делали другое все голубят ники вам в один голос скажет но мы дали там марганец и вот такой слабил раствор марганец ну максимум тетрациклин пол таблетки ну или таблетку тетрациклина это очень слабый антибиотик никаких других лекарственных препаратов они знать не знали и так было веками учитывая того что тетрациклин и марганец они там появились как бы относительно недавно да там но скажем так мне положить тетрациклина там тысячи пятисотых годах там пятисотых годах шестисотых годах до на ашера да вот этого всего не было можно сказать что уже на протяжении пяти тысяч лет человек содержал голубей без всякого лекарственных препаратов она красиво разнообразных я всех не покажу от него вон отдельности там тут да все они по голубях в общем и то что вот я говорю что одиночные голубя вот видите голубь летит отдельно не со стаи отдельно вон отдельно вон там двое отдельно летят сейчас скажут ну как же двое отдельно они же двоем они же двоем значит не отдельно понимаете в общем да вот и такие тоже найдутся плоские прямолинейные не знаю как такого типа людей что называть да то это спешалок одна пюре да значит столько лет человечество содержал голубей ну буквально начало двухтысячных годов советском союзе европе это было раньше европе это было уже восьмидесятые годы можете семидесятые годы уже начали пользоваться это да препаратами химическими препаратами вакцинации то другое да я имею ввиду на это да постсоветском пространстве где-то после двухтысячных годов появились болезни у голубей раньше почему не было лекарство да потому что голуби не болели голубей гоняли голуби не болели ну так вот что-то изменилось за это время что изменилось в это время голуби стали другими ну да уже начали гонять послабее стали давно не до такой степени что массово на что сказать гоняли голубей почему их не голуби начали болеть да я же рассказывал моей практике два раза было тогда купил новый корр привез голуби заболели завертели закрутили то вот это да там все это было не новых голубей привез не чужих привез да не прекратил гон голубей буквально привык тогда поменял корр то есть корм закончился купи новый гор понимаете да и это да ну хотя могут быть люди которые могут рассуждать короче мы когда там выпил 7 бутылок водки и одну картошку но естественно же он отравился от картошки а не от водки понимаете естественно же если такая категория людей которые от картошки отравились но я к этой категории не отношусь в общем ну конечно в итоге причина теперь начинаем корм вот даже с этого в этом но он буквально несколько лет назад разговаривал со мной и опять на днях позвонил я уже разозлился я губы ну ну как вам надо объяснять как что надо делать что у вас доходило могут купили хороший корм ягут и не можешь купить хороший корм не мы купили хороший корм ягут и можешь купить красивый корм но ты не можешь купить хороший корм ведь почему я бы потому что их нету даже если этот корм сажаешь ты если ты сам лично фермер у тебя свои поля ты сажаешь корм ты не можешь посадить хороший корм почему потому что у тебя нет семена на хорошие корма в общем что такое сейчас хороший корм понимаете вот с точки зрения голубеводства с точки зрения голубеводства хороший корм это корм от которого голуби не травится а что такое хороший корм для это да для сельскохозяйственников для фермеров хороший корм это тот корм который имеет красивый товарный вид и дает большое количество урожайности то есть вот элементарно до считайте вы сажаете поля вы приходите покупать семена вам говорят наш вот эти семена для голубей пойдет для человека пойдет из него ты получишь хороший хлеб этот хлеб не будет плесневеть она так и высохнет как старые добрые времена хлебницы но ты с него получишь гектара один центнер а вот эти семена голуби когда едят оленд в им плохо становится дачи на это рыгает там хлеб может это да там хлебницы плесни покрываться но ты здесь с одного гектара будешь получать 40 центнеров это да допустим 40 тонн зерна вот как вы думаете какие семена купит фермер даже те фермера которые захотят для себя посадить дорогие мои они не могут уже найти этих семян почему потому что товар который годами десятилетиями не пользуется спросом не пользуется спросом она исчезает мышь вы его уже не найдете точно также очень много вещей которые раньше было валами магазинах и тех и других местах стало меньше спроса на них ковать и эти товары исчезли теперь переходим на хороший корм вот это да ведь вот надо найти хороший корма пусть кто-нибудь кто-нибудь еще раз говорю пусть кто-нибудь из вас покажет где-нибудь из своего зерна из братовского зерна из там откуда там это да это там хоть хоть от бога там купили хоть от кого что да кто-нибудь пусть покажет хлеб который через несколько дней не покрывается плесенью покажите такой хлеб у кого-нибудь есть ведь раньше даже возьмем хлеб лаваш да вот армянский хлеб лаваш этот хлеб пекли тысячами ни одну не 100 не 200 штук а собирались несколько семей несколько женщин собирались и для их не себе там на полгода там на четыре месяца на ужин да на на несколько месяцев спекли этот хлеб не сушили этот хлеб потому что но представьте себя если спекли тысячи лавашей где вы будете этих тысячи лавашей сушить чтобы их собирать да еще и высушите они форму его прямо в стопкой в закрывали в эти до тряпками потом каждый день доставали оттуда этот лаваш чуть-чуть водичкой побрызгали и ели и этот лаваш не покрывался плесенью понимаете покажите сейчас где-нибудь такого лаваша есть или нету у нас что женщины уже перестали это да правильно печь лаваш или тандыр хреновый стал или кизя хреновый стал что хреново стало но включите конце-то концов мозги если они есть понимаете мука плохая из чего получает муку вы не поверите наверно от огурцов и от пшеницы и мать и и естественно понимаете хотите вы этого или не хотите хотите или не хотите вам не удастся найти сейчас хорошие корма почему вот самом начале сказал что он постсоветское пространство мы не знали раньше у нас не было этих геномодифицированных семян советском союзе на территории россии украине в других местах их не было понимаете их не было вот этих семян не было поэтому даже россия покупала у других советский союз даже покупали в другом месте пшеницу сейчас продаем потому что избыток очень много урожаях понимаете даже по-другому объясню кто давно держит я девяносто четвертом приехал волгограде я не мог найти бой на голубей потом начинаешь разговаривать оказывается кто-то тут уже семидесятых годов держал кто-то там пятидесятых годов уже держал бой на голубей хотя он приехал двухтысячный волгоград но держала семидесятых дата да они не про таких голубятников гора реальный голубятники которые держали вот волгограде двухтысячный четвертый год 2 до двухтысячного четвертого года мы пшеницу покупали по 600 рублей по 700 рублей мешок пшеницы покупали по такой цене потом резко это пшеница представляете вот это да резко пшеница от 700 рублей стала 300 350 рублей на каком основании можете объяснять вот скажите какой товар цене так упал кроме пшеницы в кроме вот это да и никакого того а что произошло а произошло элементарный вещь начали место обычных семян сажать генномодифицированные семена от генномодифицированных семян получили большой урожайность естественно товара когда стало больше стало больше она уже стала не это да и все всем не нужно понимаете раньше допустим волгограде скажем так было там 100 тонн это пшеница а сейчас стало 500 тонн пшеница ну куда девать вот это 400 тонн пшеницы естественно цена упала все скажут раньше мешки были 50 килограмм сейчас стало там 30 килограмм некоторых местах даже там по 25 сыплый да но я говорю что тогда мешок было 50 килограмм и стоило 700 рублей а потом резко этот мешок 50 килограммовый упал до цены там 300 рублей даже за 270 за 280 можно было кто держит голубей вот это я говорю цена волгограде потому что я держал волгограде какие цены были в кемеров или в москве не знаю по именно по волгограде но не думаю что там рядом по ростове или краснодаре или других местах тоже цены были слишком разные были приблизительно такие же понимаете приблизительно такая же цена была да там но пусть там у нас было 700 там ростове было 750 у нас упала там до 300 а может упала до 350 почему цена упала резко почему упала просто задайте себя вот этот вопрос потому что корм стал другой корма стала до хрена корма стала до хрена но качество этого корма стало хуже 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 понимаете и вот этот корма кормим голубей понимаете миллион раз уже объяснял купили новый корм привезли дали голубям голуби начали рыгать все ждите беды ждите беды даже если корм вы обрабатываете даже обрабатываете медным купоросом голуби рыгают все она это отрава это не корм не это не от медного купороса или от безбедного купороса сам корм уже отрава посмотрите последние года последние 20 лет 30 лет сколько людей стало больше болит онкологии опухолями и на голубей сейчас смотрите сколько шишки появляются у голубей раньше мы не знали что такое шишка на крыле там на ноге у голубей а сейчас смотрите сплошь и ра это да то от чего все вот это происходит как выдумаете она наверно голуб долго летит вот у него там на крыле шишка появляются как некоторые да там рассуждаю там много летит вот у него там с это да там шишка появилась это вот как у спортсменов травма то шар Nope тем которых на ногах наверное много ходит поэтому получается там такая беда дорогие мои но задавайте себя вопрос включите мозги если они есть конечно включите подумайте еще раз покажите мне хлеб который за несколько дней не покрывается плесенью кто-нибудь может не такой хлеб показать свой же хлеб который вы печете который даже сами делаете там ладно там хлебов а это да хлебозаводах плохой холер сделать но многие же из вас сами пекут этот хлеб покажите сладости даже покрываются там вот это да есть такая пироги там гата армянский там этот мед грецкие орехи ну изумительная штука она высыхает его даже на новый год особенно армяне любит вот это даст тряпать вот этой годы это обязательно блюдо считается обязательный затяна то его даже сухой можно есть а сейчас она покрывается плесенью с медом покрывается плесенью понимаете с медом покрывается плесенью ну доходит до кого-то почему это происходит дорогие мои ну почему еще раз будете следить будете обрабатывать будет так как у вас это как у меня за столько лет уже 8 будете слушать мы остальные которые доброжелателям точно так же как они будете постоянно лечить кормить искать причины вот оттуда вот тот мир дал плохого голубя принес там вот у меня голуби заболели то скворцы прилетели заразу занесли то ворона занесли то там хрениозные сороки занесли то 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 кто кто еще не занес да там но лишь бы про причиной это да не сказать чтобы заболевание у вас начался от вашей голубятни из-за того что вы неправильно содерживаете голубей понимаете из-за этого мы не кто-то занесли что-то принес да там а то что вы неправильно содержите голубей вот от этого у вас и получилось заболевание меди ну думаю по-другому ну 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 как еще объяснить дорогими ну как еще объяснить а самое главное понимаете болеть будет ваша птица не моя птица мучиться будете вы а не я страдать будете вы и ваша птица а не я с моей птицы понимаете я с моей птицы все делают понимаете все это показываю что делаю как делаю делюсь с вами лишь единицы от вас который как бы благодаря да там и дело там сколько 14 с половиной тысяч человек это да подписаны в ю тубе там но 10 10 но максимум 15 человек оказывает сконсорский помощь канал понимаете даже 0 1 процент не получается 0 0 1 процент получается помогает да там но все это для вас что у вас получилось так будьте любезны делайте не будете делать не будет ничего хорошего понимаете как хотите обрабатывайте хотите медным купоросом хотите перекись хотите там вот этих будет обезьянки из которой там кофе поедают потом какают потом это самый дорогой таких обезьянок купите пусть поедят там после них тоже это обработка хорошая но пока кур не будет хорошим никаких результатов у вас не будет понимаете птица постоянно будет слабеть птица постоянно будет болеть птица постоянно будет на лапу хищнику попадать даже если генетически это птица готова уйти он все равно слабый он все равно слабый он не сможет уйти от хищника потому что слабый этот ну там хейтер написал но потом отвечу ладно много слабых ну ладно не буду обращаться завтра почитаете комментарии отвечу там другом ролике сейчас просто надо донести еще раз во всем мире будь это там в узбекистане будь в азербайджане будь в армении будь в россии будь украине будь германии будь польше где выходите в общем где вы хотите да где у соскали с хлебом нет проблем да с кормами покажите мне хлеб который через несколько дней не покрывается плесенью почему же так получилось все мы еще с это да здание памятных времен помним что в мире голод мире столько там миллионов человек столько там или там миллиард человек голодает не доедает не хватает им хлеба понимаете вот не хватает хлеба потому что у них нету хлеба нужно помогать нужно отправлять но откуда помогать если у тебя нету но тот ученые научились делать хлеб то есть сделать пшеницу от которого вы получите большое количество урожайных да и хрест не в что качество плохое понимаете и все и плавно перешли на геномодифицированные семена понимаете в этих кормах вот новых кормах дорогие мои шашел не живет многие голубятники не знают что такое шашел понимаете многие голубятники понятия не имеют что то современные голубятники те которые уже 20-30 лет они не знают что такое шашел понимаете ну старые голубятники вам скажут что такое шашел новых кормах нету шашел и понимаете не живет не есть вот как современных яблоках грушах нету червей в этих яблоках нормальных яблоках есть черви а вот то что продают магазинах да то что красивые укусил поставим на стол поехал в отпуск приехал он точно также не гниет даже он не гниет остался там в этих корма в этих яблоках груша нету скотина сдохла все знают что если корову там зарезать через некоторое время там с него начинает стекать кровь вода весь становится меньше и люди которые занимаются скотина да они как бы зарезали скотина не это что так красиво птичка птичка это вот эти пчел кушать как по моему да они что делает они ну как бы тот который продает он старается очень быстро взвешивать а то которая покупает он пытается ну зубы заговаривать чуть подольше и тогда почему потому что вес скотины падает то есть зарезали убили скотину да вес уже начинает падать с каждым часом становится меньше сейчас дорогие мои многих фабриках скотина умирает они даже не в этот день они на следующий день свешивает а знаете почему потому что даже дохлая скотина набирает веса понимаете это как вот фантастика набирает веса и воде думаете к чему верить почему верить и стоит ли верить миру мир голубям небо здраве здравом мыслишим надеюсь нескольким умным людям помог я все таки удачи всем